Всем привет! Меня зовут Влада Казачище, и сегодня я вам хочу в очередной раз рассказать про work and travel. Да, у меня эта тема не заканчивается, да, я знаю, что, возможно, вам уже надоело, но от вас приходит столько много вопросов, что мне еще отвечать и отвечать на них, поэтому я готова с вами делиться еще и еще своей нужной и полезной информацией. И в этот раз я хочу рассказать про то, как сэкономить в Америке. Приступим! И первым пунктом я выделила для себя такой магазин, как Доллар Три. Это очень известная сеть в Америке, мне кажется, что должно в каждом штате, в каждом городе такое быть. Это магазин, где продаются все товары за доллар. То есть, начиная от еды какие-то мелочи, заканчивая какой-то бытовой штукой, мы там купили себе веник за доллар, купили себе мисочки для еды за доллар, купили еще, ну, очень много всего. И дело не в том, чтобы там оно какое-то было плохое, просто некоторые товары есть немножко побитые, некоторые есть, которые уже давно не нужны никому, не интересны. Там, например, мультик этот прошел, никто не покупает их просто. Хлопья какие-то, не знаю, там даже вроде бы срок годности нормальный. Просто вот, видимо, они не пользуются спросом, их все в этот магазин сплавляют, а это для нас, студентов бедных, очень хорошая такая вот штука и способ сэкономить. Следующий пункт, это можно брать еду на работе. Если вам ее дают бесплатно и говорят, можете брать, то берите. Конечно же, вы на этом отлично сэкономите, если вы не будете покупать другую еду, будете питаться тем, что вам дают. Третье, это купоны на еду и еда в конце смены. Я не знаю, во всех ли это в видах работы действует, но вот у нас в аквапарке была такая штука. Кстати, не факт, что она будет в следующем году, я не могу этого обещать, потому что вроде бы хотели ее отменить. За какие-то хорошие дела давали купоны на еду. Мы могли их поменять в время нашего перерыва, там, либо у нас был полноценный тет-снэк, то есть, там, еда, напиток, картошка, либо это был просто, там, какой-то кусочек пиццы или еще чего-то, а также нам оставляли очень часто в конце нашей смены, поэтому, кстати, я любила работать во вторую смену тоже, нам очень часто оставляли фуд энд беверидж, если у них еда не продалась, например, у той же пиццы или бургеры, мы нам приносили на большом подносе это все и оставляли в нашей коптерке, и мы это кушали. Но, к сожалению, вот эта штука уже в конце нашего лета, она прекратила свое действие, потому что почему-то менеджеры фуд энд бевериджи это не любили, и не хотели с нами делиться едой, и как-то мы вот уже обходились без этого, хотя, когда нам оставляли, мы очень были, конечно же, счастливы, и это было тоже очень классно, я приносила домой, давала своим соседкам, чтобы они тоже кушали это все, потому что, ну, почему бы нет, на этом тоже можно классно сэкономить, если вы, конечно, не хотите прям жестко следить за своей фигурой, потому что на бургерах и пиццах, как бы, тем более на их жирной еде, сильно далеко не протянешь. И да, вот то, что круто, то, что у них еда не залеживается. Если они приготовили ее, к примеру, утром или днем, они должны до конца вечера ее продать, если они ее не продают, они ее выкидывают. То есть, понятное дело, что нам было бы лучше, если бы они ее нам отдавали, потому что мы-то ее съедим. Не знаю, почему они хотели больше выкидывать, чем нам давать, это для меня остается все-таки загадкой пока что. Также я советую покупать один большой стиральный порошок на все лето, то есть, скинуться все свои комнаты или там несколькими комнатами на такой здоровезный порошок. Мы брали Tide, по-моему, он стоил около 36 баксов. Это реально много, но это будет все равно гораздо экономнее, чем покупать по доллару вот такие маленькие порошочки, которых чаще всего не хватает на одну стирку. Поэтому я советую все-таки сразу купить этот порошок и не мучиться, и будет дешевле все равно, вы сэкономите на этом, тем более, если вы скинетесь. Также, так как мы работали спасателями, у нас была вот в нашей коптерке, как я люблю ее так называть, не знаю почему, у нас был типа такой стенд, где лежали всякие пластыри, где лежали какие-то маленькие обезболивающие, капли в глаза, бла-бла-бла. Мы сами наполняли свои матпэки, наполняли их этими пластырями, перчатками, всем-всем-всем. И, в принципе, можно было брать эти пластыри. То есть, опять-таки, пластыри покупать не нужно. Мы все время были в этих пластырях перебинтованы все. Если где-то что-то натирал, у нас был такой водонепроницаемый пластырь, который полностью вот так на руку или на ногу обклеивается. Тоже можно было все брать. Я хотела в комнате флаг привесить, не было ни на что. Я привесила его на пластыре. Продержался он недолго, но тем не менее, какое-то время у меня висел над моей кроватью американский флаг, привешенный на пластырях из моей любимой коптерки. В одном из своих видео я говорила, что против простуда не обязательно брать с собой лекарства, разве что какие-то только такие лекарства, которые именно вас конкретно спасают при каждой вашей простуде. Потому что, к примеру, такие средства, как терафлю, у них есть. И они реально очень крутые. У меня вот осталось еще несколько пакетиков этого терафлю. Я привезла его с собой в Украину. И они реально гораздо сильнее действуют, чем наши лекарства. Я не знаю, что они в них добавляют. Возможно, там антибиотики. Но лекарства реально крутые. Пачка, по-моему, из 10 пакетиков 10 баксов. То есть по пакетику за бакс. Ну, это вообще понты, если честно. И примерно те же самые ценные, что у нас. Поэтому просто не советую тащить. Тем более, что там оно еще более высокодейственное, чем у нас. Также я вам рассказывала про автобус Greyhound. Greyhound и то, что он реально дешевый. И я советую пользоваться именно им. В случаях передвижения там с города в другой город или еще как-то. Это выгодно, это дешево. Чтобы не брать эти трансферы. И плюс еще один вариант. Это друзья с машиной. Я уверена, что они у вас появятся. Это не обязательно будут ребята с Украины. Хотя и такие тоже будут. Это ребята из других стран. Если вы подружитесь и будете договариваться с ними, они смогут вас возить и за меньше деньги, чем тот самый Greyhound. Или вообще за какие-то услуги. Это очень тоже крутая фича. Так что дерзайте. Хорошо общайтесь с другими людьми. Будет у вас все, что вы хотите. Также хотела бы рассказать немного приколов в Walmart. Walmart это очень известный большой такой супермаркет. Гипермаркет, как наш. Например, у Ашан, Мегамаркет и прочее. У них есть тоже отдел такой. В каждом Walmart, где все по доллару, по 2 доллара. Это какие-то тоже старые вещи, которые никто не берет. Мы там, конечно, ничего себе не покупали. Но, в принципе, там можно себе найти что-то. Включая те же стаканы, чашки, ручки и прочее, прочее, прочее. Так что, в принципе, на это можно будет посмотреть. Также в Walmart продается очень много видов разной косметики. Maybelline, L'Oreal и прочее, прочее, как у нас в Cosmo. Но также у них есть и дешевые марки американской косметики. Я была немножко, честно говоря, в шоке, когда ее увидела. Там по 99 центов такие маленькие тенюшки с глиттерами. Я просто в них влюбилась. Мальчики, наверное, не поймут сейчас. Но реально, если всматриваться в эту американскую косметику, можно найти что-то очень крутое. Тем более, что там можно найти это дешево. И еще в Walmart есть такая крутая штука. У них есть такой стенд, куда они каждый день в определенное время привозят свежую пиццу и курицу. То есть, курицу-гриль, либо целую, либо ножки. И стоит оно реально очень дешево. Пицца, по-моему, 5 баксов курицы, баксов 10 или 12. И оно нереально вкусное. Мы покупали такое очень часто. Это просто очень вкусная вещь. То есть, вам не придется готовить. И, ну, короче, от себя реально советую вот эту вот штуку. Как-то просто просить, какое время они именно это привозят, чтобы успевать купить эту пиццу или курицу. И вы будете счастливы. Особенно, если скинетесь опять-таки на компанию. Это тупо суперский просто ужин, супер вечер. И все будут очень счастливы и довольны. Также у них в магазинах, почему-то практически во всех с одеждой, действуют скидки 1 плюс 1 равно 3. То есть, за 2 одинаковые вещи ты получаешь еще третью, там, какую-то другую. Или, там, за 2 одинаковые вещи, там, 50% скидки на них двоих. Ну, в общем, что-нибудь такое. То есть, выгодно ходить, там, со своей подружкой или с другом. Мы, к примеру, с моей Богданой ходили постоянно вместе. И когда нам нравились, там, какие-то одинаковые платья, это было просто супер. Потому что я покупала платье, она покупает его, там, в другой расцветке. И у нас еще 50% скидки на двоих. То есть, у них нет такого, что там просто скидка 50% на все. У них вот так вот хитро, поэтому я советую ходить по магазинам с подружкой или другом, чтобы сэкономить именно вот так. По поводу самолетов я советую Spirit Airlines. Я, по-моему, еще не снимала видео про самолеты. Я собираюсь это снять в ближайшем времени. Это очень дешевая авиалиния. Мне кажется, что самая дешевая из всех возможных. Хотя они немного зажались на том, чтобы брать деньги на чемоданах. Так что, если вы не будете брать чемоданы, будете просто лететь сами без ничего, просто с рюкзаком в руках, то вы сэкономите еще больше, чем вообще вы могли бы. Просто посмотрите, что там требуется, какие цены за что у них идут, и можете сэкономить реально очень крутую сумму денег. Есть еще такая классная штука, как карточка местного жителя. Мне кажется, что такая должна быть тоже в каждом городе, хотя бы в туристическом городе. Вот у нас такая штука была. Ее можно было оформить за 15 баксов, если я не ошибаюсь. И мы, правда, так ее и не оформили, но эта штука реально классная, если вы оформите ее в самом начале вашего приезда, потому что она включает в себя очень много разных развлечений по поводу всех аквапарков, по поводу каких-то еще штук классных. То есть она дает либо скидки, либо просто бесплатное посещение этого мероприятия, или еще чего-нибудь. И если, в принципе, ее купить, то свое лето можно нереально классно разбавить очень классными впечатлениями и событиями. То у нас было очень много аквапарков, и мы познакомились с ребятами с разных аквапарков, потому что они были тоже с Украины. И мы постоянно с ними как-то договаривались, кооперировались, и они нас водили в свои аквапарки, мы их водили в свои аквапарки, просто проводили их бесплатно. Так что чем больше вы знакомств заведете, тем больше вы сможете увидеть, пройти, посмотреть, договориться, и тем вам будет веселее в принципе. Также помимо купонов на еду, про которые я уже сказала, есть купоны на форум, про которые мне кажется, что я тоже когда-то рассказывала, но я на всякий случай напомню, так как это типа видео про то, как сэкономить. Вот. Можно выиграть за прилежные успехи в работе, за ответы на эти квесты все, квизы и прочее-прочее, на тесты. Можно выиграть купоны на форум, и если у вас порвалась футболка, или там штаны, шорты, или вам, к примеру, не хочется тратить деньги на свитшот или на куртку, и обменять их на полноценную какую-то вещь. Как сделала я? Я обменяла их в один день просто на новые шорты, потому что мои шорты были как парашют здоровенные, они меня бесили, а я поменяла их на классно удобные шортики, которых мне было потом очень комфортно ходить. Потому что я в своих парашютах даже не ходила, я ходила просто так, типа в купальники и все. Ну, конечно, кому-то это может быть нравилось, но на самом деле это ужасно, потому что я не могла носить шорты на своей работе, потому что они были ужасными. Есть еще такой очень специфический пункт в моем плане, возможно, для кого-то это прозвучит грубо или непонятно, это будет пункт про сигареты и тампоны. Это очень странно. Вот, на самом деле, если вы купите в Украине побольше сигарет, вы будете просто сигаретным магнатом в Америке, потому что в Америке сигареты стоят дорого, и у вас будут все покупать эти сигареты, и вы будете чувствовать себя просто королем, потому что в конце лета все равно эти сигареты заканчиваются, на американские сигареты ни у кого нет денег, и вы, наверное, будете, как это делали наши знакомые, будете покупать просто материалы для самокруток и делать сами сигареты из табака и курить их. Но это, мне кажется, немножко напряжно, поэтому легче запастись сигаретами с Украины, если вы не можете без них обходиться. Конечно же, лучше вообще не курить и не брать их, как это делаю я, и не париться по этому поводу, но я же вам даю советы, поэтому готовьтесь, будьте готовы к тому, что сигареты реально дорогие. А тампоны точно такая же ситуация, простите меня за такие грубые слова, возможно, парням это неприятно будет смотреть. Ситуация точно такая же, причем что тампоны и прокладки в Америке какие-то очень странные, они просто каких-то гигантских слоновых размеров, непонятно почему, очень сложно найти что-то нормальное, поэтому легче запастись опять-таки с Украины тем, что вам подходит, и пользоваться именно этим. И последний такой очень абстрактный пункт моего плана, и точнее совет, я советую устроиться на вторую работу, чтобы больше заработать деньги, и меньше думать о том, экономите вы или нет. Плюс ходить по гостям, жрать у них, или же вообще просто не жрать. Так вы сэкономите, очень много денег гребят. Это правда. Спасибо вам большое за просмотр, за то, что эти видео пользуются у вас такой большой популярностью, я это очень сильно ценю, мне это очень сильно льстит. Пишите еще свои вопросы, я вас очень всех люблю, ценю, и, короче, вообще просто тем. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok